Сквозь щели двери сочится кровь, ни за что ее не открою. Что это сейчас было? Зачем? Чтоб я лучше покакала? Спасибо, я покакала. Ребята, всем привет! Снова добро пожаловать в мой канал Телекоплей. Я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Торментед Саус. И у нас как бы сегодня 100% будут проблемы, потому что я потратила последнее сохранение. И у нас как бы все плохо с жизнями, а нам нужно пойти в раздевалку, где находится монстр. Так что вот, ничего прям хорошего нам точно не светит. Поэтому, но с другой стороны, если мы умрем, то нам не придется снова убивать гигантского монстра. Давайте попробуем тихонечко его еще раз обойти. Прям тихонько. Не бежать. Он вроде бы просто такой милый друг самаритянина. Запомним. Пацаны вот эти вот не любят, когда кто-то разжигает свет. Так, а подождите-ка, а как мне что сделать? Я, конечно, все понимаю, но... А, тут дневничок. 69-й год. Так, я не знаю, как нам сейчас быть, потому что дверь у нас закрыта. А, открыто. Главный холм. Так, подожди. А зачем мы тогда сюда заходили? А, так вот же. Все. Гений. Гений. Запомнили. Где младенец? Ой, туда, наверное, сейчас идти. Конечно, с такими жизнями, как у меня, чревато смертью. Ну, а что я могу сделать? А, у меня, по-моему, был Морфий, кстати, о птичках. Кстати, да. Че я забыла-то про Морфий? Тихонько. Пацаны, мне проблемы не нужны. Здесь кто-то жил. Я даже догадываюсь, кто. Светоша, холодильник. Кажется, он вышел из строя. А ты прям, я смотрю, капитан очевидность. Тихо, здесь где-то Эдвард, руки-ножницы. Я же его слышу, этого Эдварда, руки-ножницы. Но его можно кайтить. Насколько это возможно. Куда я поднимаюсь? Где я вообще? Что это? Боже, а можно здесь включить свет? Потому что без света это... Что? Ну, и кто здесь? А, а, поняла. Все. Я поняла. Хорошо, извините. Короче, это те пацаны, которые не любят шум. Поэтому в теории, если мы будем аккуратно идти, им будет похрен. Поэтому давайте просто медленно идти. Я просто пыталась понять, что здесь за монстр. Но раз здесь вот эти безобидные пацаны, они реально, если ты вот так вот идешь медленно, им похрен. А, нет. Себе. 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 Вот это я, это, да. Так, ну иди сюда. Перезаряжайся. Убила? Хорошо, но у меня опять все плохо. Я говорила, что этой серии у нас будет с вами такой. Страдальческой. Потому что, блин. В темноте вообще нечестно с ними сражаться. Здесь кто-то тоже жил. Свет бы включить. Ей-богу. Хоть какой-нибудь. О. Морфий. Аптечка, ребята, аптечка. Ну, давайте пока не будем прямо ее использовать. Используем в крайнем случае. Нам надо сейчас подняться наверх. Наверху у нас, короче, пацаны, которые рил не любят вот это вот все шумное. Поэтому мы с вами стараемся не шуметь. Просто спокойненько идем. С вами сисичками это вот так вот из стороны в сторонку делаем. И ничего нам это не будет. Пошли сюда. Ага, здесь тупик. Значит, идем в другую сторону. Тихонько. Не бежим. Не беспокоим больных на голову. Я же надеюсь, этот больной на голову не сильно сработает на меня. Похоже, под землей кто-то спрятал множество трупов. Братан, я просто обойду, хорошо? 2 января 71 год. Мария потеряла еще одного ребенка. Это уже в третий раз. Не знаю, где взять сил, чтобы не отчаяться. Ведь теперь мне нужно быть сильным за нас двоих. Состояние Марии ухудшается с каждым днем. Страдает ее тело, но ее разум беспокоит меня гораздо больше. Она совсем не разговаривает, а ее глаза перестали реагировать на свет. Нормально, что-то смотри, какая-то херня происходит. Она уже даже не узнает меня и вздрагивает, когда я оказываюсь рядом. Нередко она настолько теряет самообладание, что впадает в истерику и крушит все вокруг. В таком состоянии ее может успокоить лишь укол снотворного. Я знаю, что Мария моя. Мария прячется где-то внутри этого больного тела. 71 год, 4 января. Ей все хуже. Сегодня, войдя в ее комнату, я стала свидетелем ужасающего зрелища. Она стояла в луже крови и хлестала себя по спине кнутом. Я схватила ее за руки, но она стала сопротивляться и стошно закрещала. Я вызвал фельдшера, чтобы он помог мне вести ей с адитативой и наложить швы на раны по всей спине. Как же она дошла до такого? Что происходит у нее в голове? По крайней мере, этой ночью она будет крепче спать. 10 января. Господи, что же я наделал? Мария, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить? Наверное, все-таки он ее убил. Братан, я не мешаю тебе. Ты не мешаешь мне! Сказала же! Я не мешаю тебе, ты не мешаешь мне. В чем проблема твоя? О, боже. С таким вот, как я, идти в морг? Ребят. Давайте жить дружно, хорошо? Пуалеты, кресты. Я тебе отвечаю, здесь во всем виноват поп. Поп что-то знает. Пляха, еб твою мать, как страшно. Я чуть не обосралась. Давайте зайдем сюда до конца. Посмотрим, что тут в конце. Блин, ну... Вряд ли игра будет нас кошмарить прямо из-за того, что тут темно. Мы ничего тут не сможем сделать. Ну, я надеюсь, у нас она не сильно будет кошмарить. Я даже сохраниться не смогу, ты понимаешь? Здрасте. Что это у нас тут? Хожу, как этот. Полумертвый глист. Кваздопиздалетные патроны я возьму. Есть какой-нибудь морфий вколоть? Я просто не сильно хочу использовать сейчас аптечку. Можно свет включить? Пожалуйста, включите свет. Это я иду, надеюсь? Так, хорошо. Здесь есть хоть какой-то свет. И проблеск надежды. Я открыла проход. Мне кажется, это круговой проход. Наверное. В любом случае, я здесь заблужусь. Новый поворот. Здесь мы не пройдем. Там тупик. Идем дальше. Следующий поворот. Вот в этот поворот. Что в этом повороте? Так, мы отсюда пришли. Да? Да, мы отсюда пришли. Да-да-да. Так, давайте чуть поживее бегать. А, ну, значит, все. Значит, нам туда. Так, пока ничего вроде не вызывает опасений. Но в любом случае, на территории врага в темноте... Так, я пойду в эту сторону пока что. Так, подождите. Мы с вами, во-первых, сделаем вот так. Так, ну ладно. Иди сюда. Меняем, значит. Нах, пошел. Так, перезарядка. А что мне оставалось сделать? Оставалось вести себя вот так. Бляха, ёк твою мать. Сейчас Сочису не легче. Это что? Морфий, бляха. Все это время тут был Морфий. Класс. О, записка. Что пишет? Клиника в Виттерлейке. Из двух близнецов, рожденных миром Морисет, выжил только первенец по имени Ной. К сожалению, его брат Мафусаил скончался сразу после того, как ему перерезали пуповину. В настоящий момент причина его скоропостижной кончины неизвестна. Будем надеяться, мы узнаем его... А, ее проведя вскрытие. Тош. Я не знаю, что там. Там, наверное, ползающий. Ёп твою мать. Так, спокойно. У меня есть ответка для таких, как ты. Давай. Идешь сюда, тварь? А? Соснул ты, бро? Я вас всех сейчас раскидаю тут. По своей хитрожопой тактике. Там был, кстати, подсвечник, который можно было зажечь. Пойдемте его зажжем. Плава богу. Прям даже как-то легче жить стало. Вот тут есть поворот. Давайте сходим в этот поворот. Посмотрим, что тут в повороте. Дверь. Дверь запер... У меня заперта. Главный холм. Ничего себе. А-а-а-а. Ты понял? Мы открыли дверь. Морга. Неплохо. Но нам все-таки нужно дойти здесь до конца. Посмотреть, что тут есть. Касаться этой воды опасно для жизни. Ну да, я вижу. Так, а смысл того, что мы сюда сейчас с тобой пришли? Нам надо где-то отключить электричество или что? Хоть бы дали хоть какую-то наводку, что делать дальше. Ну, допустим, я открыла тут проход. Морговой. А дальше-то что? У меня не так, чтобы было много ресурсов каких-то. О, туалет. Э-э! Из унитаза торчит от этого на кисть. Класс. О, еще один морфий, спасибо. Это что? Шестеренка. Неплохо. А что я этот туалет раньше не находила? Ты что? Боже мой. Я, кажется, навалила в штанишки, ребят. Сука. Нахер так делать, господи. У меня есть какая-то шестеренка. Возможно, ее надо вставить. Я не была к этому готова, правда. И было супер страшно. Вот сюда мы с вами выходим. И вот тут мы можем сейчас с вами, насколько я поняла, положить вот эту штуку. Нет? Металлический переключатель. Кажется, я только что поняла, что нужно сделать. Но мне эта идея совсем не нравится. Нам нужно сами, короче, вернуться в комнату, в которой мы включали вообще свет во всем здании. Только тогда мы с вами сможем пройти. Представляете, насколько жопно-жопно тут все. Ну ладно, а что поделать? Пойдемте. Весело, весело мы пойдем с тобой. Коридор восточного крыла. Ой, плохо, когда у тебя все плохо с топографическим этим самым. Вот сюда идем. Я не помню, я убивала в подвале чувака, не убивала. Сейчас посмотрим. Блин, ну тут же будет темно, как в жопе опять. А если на меня кто-то залупится? То что я буду делать? Блин, я надеюсь, что я здесь убила. Мы идем с вами за генератором. Выключить вот это вот все. Все. Теперь здесь сразу станет темно и страшно. Я ее просто не отперла, видимо, тогда-то после того, как меня убили. Ну все, уходим отсюда. Теперь, по идее, в этом сраном морге мы сможем уйти спокойно по своим делам. Еще бы не путаться здесь в темноте. На свету-то одно, а в темноте совсем другое. Но монстров быть не должно. Я их всех убила. Они где-то все лежат, купят. Вот, но... Другая опасность заключается в том, то, что я могу случайно забыть, куда мне идти. Но надеюсь, что нет. Все-таки мы так долго здесь бродим по вот этим помещениям, что мне кажется, что будет очень тупо не найти места. Хотя, блин, все так иначе вообще выглядит. Главный холл. Ой, какой он страшный и темный. Прям такой фу-фу-фу. Хочется быстрее включить здесь свет. Согласитесь. Но нам теперь сюда. Тут проход открыт для нас. У нас два морфия с собой есть. То, что надо нам с тобой. Теперь, по идее, мы сможем сейчас пройти. Правильно? Надеюсь, электрический ток больше не угрозы. А, ну и теперь, конечно же, бы в идеале это все обратно включить. Так? Блин, ну, ребят, теперь снова придется включить свет. Потому что без света, вы меня извините, но нам сюда вообще жопно-жопно проходить. Пошлите включать свет. Ненавижу вот этот вот бэктрекинг в играх. Вот, типа, ну, это совсем не круто. Почему нету где-то здесь кнопки, которые там надо было нажать, чтобы вот это вот не бегать туда-сюда обратно? Ну, мне вообще не нравится этим заниматься. Но игра этого требует, поэтому приходится делать. Я еще не нашла ни одной кассеты, поэтому я даже не смогу закончить игру. Понимаете, все, насколько плохо. То есть мне бы еще в идеале бы кассетку найти, чтобы сохраниться. Иначе... Все. Иначе мы просто просрем то, что прошли. Тут автосохранения, к сожалению, нету. А жаль. Тогда было бы гораздо проще жить, но на то это и игра по типу старого там этого Silent Hill, вот этого всего. Сейчас включим свет. Снова станет светло. И очень даже хорошо. Я, конечно, не знаю, насколько там будет гореть свет, но надеюсь, что будет. Уже без света здесь ходить? Это вообще тоска и страсти. Потом вот сюда прямо. И первая дверь. Это генераторная. Здравствуй, генераторная. Да будет свет, сказала Наташа. Ура! Ребята, у нас снова есть свет. Совсем другое дело. Прям как будто заново родились, да? Прям так это... Много света. Так прекрасно. Так хорошо. Теперь я чувствую себя гораздо спокойнее, чем ходить вот это вот по темноте. Мало ли кто из этой темноты на тебя смотрит своими глубокими глазами. Та-та-та-ра-та-та-та-ра. Опа. Помните, как все начиналось так? Миролюбиво. Один монстр проскочил, а потом полезли из всех щелей. Не, ну нужно отдать должное. Я уже, в принципе, к монстрам привыкла. Они не супер прям такие страшные. Конечно, иногда они бесят, но... С ними вполне реально бороться. Так. Пойдемте в морг. Надеюсь, не придется еще разбежать туда. А то я такая, типа, ну блин, ну как так? Блин, я реально очень рада, что эти чуваки, если ты их один раз убил, они больше не встают. Спасибо, спасибо на этом. Все. Чешем. В подвале, конечно, и так не особо было света. Но, кто знает, может быть, в морге там будет нужен свет или еще где-то. Не везде же могут стоять эти свечки? В любом случае, надо это все проверять. Вот, видишь? Ток мы выключили. Цвет теперь у нас есть. Давайте сходим в морг. Понятно. Я в морг попозже приду. Хотя, давайте посмотрим карту. Там, по-моему, в морге тупиковая локация. А, нет. На проход. Ну, давайте тогда в морг облутаем. Давайте, хорошо. Он вроде бы небольшой. И мне кажется, здесь не так, чтобы прям монстров было много. Да, видишь, тут спокойно. Ну, куча мусора. Подумаешь, мертвяки тут. Дохляки. Там у него ноги шевелятся. Это нормально? Пара человеческих ног, накрытых простыней. Они двигаются. Тебя это совсем не смущает, то, что они двигаются? Они же реально двигаются. Дверь не заперта. Это куда мы пришли? Восточный подвал. Ага. Все. Понятно. Нашли проход. Значит, мы могли, в принципе, это... Не так сильно у этого, да? Ну, давайте сходим сюда. Посмотрим, что у нас тут. Тут подъем какой-то. Дверь не заперта. Ну, давайте поднимемся. Переговорная. Кстати, та самая. Заметься. Ну, хорошо. У нас теперь есть с вами сокращение. Это очень удобно. Это очень хорошо. Но нам теперь нужно пойти в тот самый длинный коридор. Посмотреть, что есть там. Потому что тут мы, в принципе, посмотрели. У нас еще есть вот этот проход. Вот по поводу него у меня, конечно, вопросы. Потому что здесь темно. И понятно, что вообще как. Здесь какая-то записка лежит, и все. А, и дверь есть. Давайте почитаем, что пишет. Из клиники исчез пациент с инициалами ГПП. Он находился там на лечении после того, как выстрелил себе в живот, чтобы не угодить в тюрьму. Это произошло сразу после того, как в его доме был обнаружен пятый труп. Полиция продолжает поиски беглеца в окрестностях клиники. Это уже третий случай, когда лицу подозреваемого в изнасиловании и убийстве удается бежать из данного учреждения. До сих пор полиции так и не удалось ни разу обнаружить ни одного из бежавших подозреваемых. Потому что лохи. Вот и все. Я открыла какую-то дверь. Ага. Понятно. Ну теперь у нас сплошные типа сокращения, да и только, да? Ну ладно. Пошлите в морг. Единственное, я не совсем понимаю, что я должна здесь найти. Потому что локация кажется абсолютно пустоватой. Ну да, лежит тут дядька. А-а-а! Вот оно что! Пара человеческих ног. А куда это они укатились там? Ты мертво? Сквозь щели двери сочится кровь. Ни за что ее не открою. Что это сейчас было? Зачем? Чтоб я лучше покакала? Спасибо, я покакала. А-а-а! Смотри! Ну-ка. У-у-у-у! Да тут потайной ход! Нихера себе! Вот это приколдесс. Кабинет для испытаний. Испытаний чего? Моего духа? Ребят, боюсь, мой дух уже не так это крепок. Так, подождите. Иди сюда. Иди сюда, сучка. Так, подожди. Я придумала. Мы, в принципе, с дробовиком. Иди сюда. Дрянь. Дрянь. Дрянь, сучандра. Да где она? А что, она снизу там долбится? Иди сюда. Так, теперь берем дробовик. Давай, встречаем. А-а-а! Ах ты, дрянь! Нифига себе, его с двух ударов этого надо убивать. Откуда я знала? Нифига себе, откуда я могла знать? Я-то думала, он с одного убивается. Ладно, давайте посмотрим, что он тут охранял. Так, статуи. Слова стерлись от времени, сейчас их уже не разобрать. Мужик. У него какие-то кнопочки. Класс. Коллекция книг, посвященных науке. Труп обернут в простыню. А сверху кто-то положил цветы. Када, пула. Не знаю, что это значит. 9 июля, 82-й год. Мне удалось обнаружить секретную лабораторию отца. Она скрывалась за тайным проходом в морге. Это мы тоже нашли. Эксперимент удался. Я смог воспроизвести состояние Марии, ведя ее кровь умирающей пациенту в клинике. В медицинском отчете я констатировала его смерть. Это его исчезновение никто не обнаружит. У него уже проявились первые симптомы. Если все пойдет по плану, вскоре я смогу вколоть первую дозу противоядия. То есть все это говно началось из-за мужика, который очень сильно любил свою жену и пытался ее спасти. Я отправился в лес в поисках хоть каких-то зацепок, которые могли бы привести меня к моим малышкам. И, как обычно, ничего не нашел. Вернувшись под утро в особняк, я застыл перед дверью комнаты, которая как-то принадлежала им. Никак не соберусь силами, чтобы открыть эту дверь. Я искренне убежден, что если войду и не увижу их внутри, безмятежно спящими, то уже не смогу жить дальше. 1 июня 87-й год. Тест номер 25 показал обнадеживающие результаты. Но лишь на мгновение. Пятыми минутами позже подопытно превратился в лужу крови. Ну, такое себе. Он пытался. О, еще морфия нашли. Это хорошо. Надо понять, что делать с этой фигней. Дайте внимательно посмотрим, что у нас тут как бы есть. Во-первых, у нас можно ручки помыть. У них тут есть скелет. Похоже, покойник скончался во время медицинской процедуры. Сколько же времени здесь никого не было. А что мне тут надо понять? Ребят, я чисто наугад стыкнула. Очень давно внутри этой камеры кто-то скончался. Боже, она была совсем еще ребенком. У меня нет ключа. Ага. Кассета. Ну, зато я знаю, где посмотреть эту кассету. Наверху. Там был как раз приемник. Поэтому давайте пойдем. Посмотрим на кассету. Капец. Но ключа я не знаю. Может быть, эта кассета даст нам какой-то просвет, где искать ключ. Я же помню, что лестница была где-то из морга, прямо наверх. Очень удобно. Вот. Значит, мы пришли в переговорную. И тут у нас есть штучка для кассеты. Использовать. Давай посмотрим. Поехали. Я смотрю мультики, да? Не надо туда залазить. Опять ты вот куда-то полезла. У нас давно не было сохранения. Если мы это все сейчас просрем, ребята. Кабинет для испытаний. Путешествия. Тут же ничего плохого не произойдет. Итак. Похоже, труп принадлежит человеку, над которым проводили какие-то медицинские процедуры. Да у него нет лица. Нашли, где проводить. Так это больница, господи. Что-то такое эгоцентричное. О! А труп исходит зловоние. Ну, долго здесь сидит. Так. Ну, это, конечно, интересно. Во-первых, тут есть записка. Я просто сейчас все посмотрю здесь на всякий случай. Вот. Эксперименты. Так и не увенчались успехом. Все утробные плоды получаются уродами. У меня есть мысль, как нам раздобыть больше подопытных и ускорить процесс. Но для этого я должен совершить нечто ужасное и отнять жизнь у невинных. Я верю, что Господь пошлет нам силы и необходимые для завершения нашей миссии. Какова бы ни была цена, наша цель священна. Мы снова потерпели крах. Уже в третий раз у подопытных случился выкидыш. Похоже, ее плацент отвергает зародышу после второго месяца беременности. Мария ни о чем не подозревает и все же не знаю, как долго мы сможем подсаживать ей обладотворенные яйцеклетки. Несколько выкидышей подряд серьезно подорвали психическое здоровье. Ля, хитрожопый. Так, вот на эту, да, я нажала. А, пионы, жасмины или розы? Никак не вспомню. Она подошла и внутри затрепетали бабочки. Я нежно прикоснулся к ней и почувствовал холод. Если слышно, шептал ей это. И эта боль, она ушла. И только когда ее не стало, ветер разнес по свету мой крик. Тут нет пионов. Чувак. Если бы тут были пионы. А, мы можем выходить. Можем входить. Но мы явно что-то не сделали здесь. Здесь что-то нужно сделать. Календарь. Может быть надо найти цветок. Рука. Горло. Сердце. Горло. Я не поняла. Как-то головоломка решилась, потому что я ее подсмотрела в интернете. Врать не буду. Я, честно, не поняла. Но зато мы открыли комнату для испытания. Скорее всего здесь мы сейчас найдем ключ. Возможно, мы увидим какого-нибудь живого ребенка, который здесь когда-то был. Ой, это не к добру. Да, девочка, смотри. Может быть это мы в детстве? Очень на нас похоже. Это мы? Мы просто это забыли. Я тебе отвечаю. Это мы. Кто ты такая? Не похоже, что вы одна из них. Одна из них? Как ты здесь оказалась? Меня запер в этой камере мой дед и его друзья в странных костюмах. Прошу вас, мисс. Вы должны помочь мне отсюда выбраться. Конечно же, я помогу тебе. Ты только успокойся, все будет хорошо. Я обещаю. Ладно, где твои родители? Папа уехал в командировку, он должен вернуться через пару дней. А мама тоже схватили люди моего дяди. Какой кошмар. Я вытащу тебя отсюда, но сперва нужно придумать, как отпереть эту дверь. Как вы собираетесь это сделать, мисс? Ключ унесли с собой люди в костюмах, но вам стоит держаться от них как можно дальше. Должен быть какой-то способ избавиться от замка без ключа. Хорошо, поскорее. У нас мало времени, мы должны спасти маму. Мы вытащим тебя отсюда. Потерпи еще немного. Так. Но у меня есть, конечно, один вариант. Нет. Тогда вариант типа как это. А, вот это. Что вы сделали с замком, мисс? Пролила на него немного кислоты. Она разъест металл, нужно только подождать. Надеюсь, кислота сработает быстро. Свеча уже почти догорела. Нужно добраться с терпением, малышка. Рано или поздно кислота разъест замок. Сейчас нам остается только ждать. Спасибо вам, мисс. Как тебя зовут, малышка? Анна. Анна Волдерберг. Я живу в этой клинике вместе с родителями и сестрой. Мы уже раньше встречались? Ваше лицо кажется мне знакомым. Но я уверена, что раньше вас не видела. Вы работаете в клинике? Нет. Но у меня есть одно фото. Ты одна из этих девочек? Что? Откуда у вас эта фотография? Сама не знаю, но как раз пытаюсь выяснить. Кто-то прислал им мне по почте пару недель назад. Пару недель назад? Мой отец сделал этот снимок вчера утром, как раз перед своим отъездом. Зачем вы мне врете? Плянусь, я тебе не вру. Все это чистая правда. Что вам от меня нужно? Я просто хочу помочь тебя отсюда выбраться. Я не желаю с вами разговаривать. Думаю, Кисатова, что ж вранье. Вы не собираетесь оттаскивать меня отсюда. Анна, ты должна меня выслушать. Мне нужно, чтобы ты мне доверяла. Я? Твой друг. Не желаю с вами больше разговаривать. Анна, послушай. Ой, ну пошла в жопу. Там Йорик сидит. Не хочешь, как хочешь. Оооо, ёб твою мать, кассета. Ну смотри, я думаю, теперь все. Мы можем отсюда уходить. Пойти спокойно сохраниться. И в следующей серии уже сюда вернуться. И как раз разъестся замок. И мы найдем с тобой ключ. И вот это все остальное. Но серия прям получилась очень долго у нас, конечно. Так. А где у нас ближайшая сохраненница, мои дорогие пупсички? Где ближайший схрон? Да. Студия. Все. Давайте тогда на этой нотке мы с вами и закончим. Мы прямо очень много всего с вами здесь сделали в этой серии. Постараюсь в следующий раз тоже хорошо поиграть основательно. А то пора бы уже это самое. Фух. Можно выдохнуть. Себя, как всегда, лайк и подписка. Пройдя сквозь некую странную проекцию, я оказалась в месте, в котором я уже бывала раньше. Только теперь оно было другим, как будто из другого времени. Из-за этого я ощутила себя совсем чужой. Я обнаружила нечто ужасное. Девочку, запертую в тюремной камере. Кто мог так жестоко поступить с ребенком? Дверь камеры заперта и замок очень прочный. Вряд ли мне удастся найти ключ, так что придется придумать другой способ ее отбереть. Я просто обязана навызволить бедняжку. Ну, вызволять бедняжку будем в следующей серии, а увидимся уже очень скоро на этом канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok